Музыка Хорошо, давайте тогда и перейдем к выступлению Николая. Как раз Николай поделится практикой реальных результатов по использованию роботизированных машин. Николай. Спасибо. Еще раз представлюсь. Меня зовут Николай Одинцев. Я представляю компанию Цифра Robotics, входящую в группу компании Цифра и Вист. И мы занимаемся разработкой беспилотной техники применительно горнодобывающей промышленности. И я постараюсь здесь дать скорее взгляд с точки зрения разработчика, а не с точки зрения потребителя. Это первое. А второе, на что я хотел бы обратить внимание. Все время про роботы говорят в будущем времени. То есть то, что к 2025 году, или 2030, или 2050 году что-то будет достигнуться. Я недавно случайно читал учебник истории за 11 класс. И там говорится, что в 1985 году Михаил Сергеевич Горбачев, когда планировал средства преодоления кризиса, который тогда был, за счет ускорения и интенсификации производства, была целевая программа поддержки робототехники. Это просто как пример того, что вот тема роботов, она вечная, но она вечная применительно к будущему. А я хотел бы поговорить не применительно к будущему, а применительно к тому, что уже сделано. И я постарался, просто сделал над собой усилие, не вставлять в презентацию никаких схем, а вставлять только фотографии и скриншоты от того, что есть уже сейчас. И я расскажу о наших конкретных проектах, где мы уже довольно много, очень много времени и усилий потратили и достигли хороших результатов вместе с нашими партнерами. В первую очередь, конечно, компания СОЭК. Это внедрение беспилотных самосвалов и БелАЗ. Здесь вот показана схема участка, это участок, отдельный, выделенный, где работают два полностью роботизированных самосвалов. Что здесь интересно? Вот в середине показана фотография рабочего места оператора. Это вот очень интересная иллюстрация к тому, что мы говорим, что меняются задачи людей. Вот этого понятия, оператор робототехнического комплекса, его не существовало, когда мы начинали этот проект. Мы предполагали более традиционную схему. Есть диспетчер, да, роботизированного комплекса, но диспетчер, и водители, которые могут подключаться дистанционно при необходимости. Жизнь показала, что это затратная схема, потому что людей требуется много для этого, но почти все время они ничего не делают. Сама жизнь нас заставила объединить вот эти две функции, которые на обычном предприятии, не роботизированном, абсолютно несовместимы, водитель-диспетчер, в рамках одного человека. По сути, бэкграунд человека, который там работает, это водитель, но такой, скажем, умный водитель, который хочет растянуть собой, и который готов освоить задачи по управлению парком техники. Но в то же время он может подключиться дистанционно и поуправлять машиной, если что-то идет не так. Дальше, очень важный момент. Мы эксплуатировали машины много месяцев, и мы, конечно, сталкивались с самыми разными условиями. И когда говорят про какие-то испытания техники, обычно то, что мы видим по телевизору, это то, что где-то какому-то высокому лицу было показано, продемонстрирована работа машины, которая там сделала один рейс или проехала там несколько километров по полигону. Вот здесь мы столкнулись с тем, что мы должны действительно не в один день, там при какой-то удаче правильно показать, а делать это изо дня в день в режиме 24 на 7. И, конечно, условия были самые разные, в том числе это снег, пыль. И снег, к счастью, в Хакасии мало, но вот пыли очень много. И для наших датчиков, для лидаров, которые стоят там, скажем, на большинстве машин, претендующих на беспилотность, пыль – это одна из таких проблем, которые достаточно много потребовали усилий. Я бы не сказал, что работа полностью завершена. Очень важный момент – это обеспечение безопасности. И, конечно, надо понимать, что любая система, она может почему-то дать сбой, и по причине своих каких-то недостатков, причине неправильной работы человека с этой системой. Мы постарались сделать систему безопасности многоуровневой. Один из уровней – это когда есть центральная часть роботизированного комплекса, серверное программное обеспечение, которое взаимодействует со всеми машинами одновременно и координирует их взаимную работу. И одна из тем – это то, что мы с самого начала заложили очень такой хороший запас безопасности, потом постепенно улучшали работу и снижали какие-то издержки. Это как раз разъезд двух машин, когда они, подъезжая друг к другу, снижали скорость и немножечко отходили друг от друга для того, чтобы повысить безопасность. Другой уровень безопасности – это то, что мы решаем на самой машине. Это задача очень близка к тому, что делает Яндекс и другие производители беспилотной техники. Когда мы с помощью датчиков, то есть лидаров, машинного зрения и радаров, определяем объекты вокруг нас, определяем 3D-модель местности вокруг нас и можем двигаться. Сейчас мы получаем второй сайт для наших внедрений в Белоруссии на предприятии «Гранит». Это государственное предприятие, где у нас два самосвала и дистанционно управляемый погрузчик. То есть здесь мы будем уже говорить о том, что весь комплекс у чая и погрузку у нас оказывается роботизированным. И второй проект – это буровой станок. То же самое. Основная идея в том, что буровой станок работает автономно. Для его работы и для движения, и особенно для бурения, потому что на самом деле здесь сложность именно не в движении. К счастью, буровой станок движется очень медленно, и там нет таких проблем, как с самосвалом. Но оптимизация процесса бурения – это очень важная и сложная задача, где мы очень много усилий приложили. Здесь вот тоже нарисовано рабочее место, и одна из наших идей была сделать рабочее место для автономного самосвала и автономного бурового станка, а в перспективе и для автономной любой другой техники одинаковым. С целью сделать так, чтобы не было каких-то специалистов в каждой отдельной области, а был универсальный человек, который мог бы потенциально заниматься разными видами деятельности, управлять разной техникой. Почему это возможно? Потому что большую часть проблем робот решает сам. Даже когда мы говорим о дистанционном водителе, это не означает, что он должен рулить и сжать на педали. В первую очередь, это он просто должен санкционировать потенциально опасные действия. По сути, ему надо кнопочку нажать, что да, он санкционирует действия или отменяет. И требования к таким людям во многом снижаются. И получается, что можно в рамках крупного предприятия или холдинга, например, такого как SWEG, держать вот таких новых специалистов и их оперативно перераспределять между различными предприятиями, особенно если их держать не на предприятии, а где-то в специальном центре управления, который может находиться за тысячи километров от, собственно, самого предприятия. И вот эта вот цель, универсализация этого рабочего места, это вот наш как бы шаг, наше действие в этом направлении. И сейчас эти рабочие... Наши конструкторы очень непозитивно к этой идее отнеслись, и все время хотели специализировать одно место и второе место. Но мы все-таки пока держимся за то, что оно универсальное. Ну и, конечно, боровой станок, вот Ирина уже о нем рассказывала, что он, конечно, работает не в пустоте, он загружает план работы и системы верхнего уровня, где размечены все скважины. Но при этом у оператора есть возможность просмотреть то, что загружено, связать это с реальностью, установить в некоторых случаях порядок передвижения по скважинам для их правильного бурения и уже запустить эту работу. И дальше боровой станок поехал по своим этим скважинам для того, чтобы их бурить. И, наконец, вот то, что мне хочется показать, это результаты. И вот те результаты это для нашей компании, мне кажется, и для нашей страны, и для, конечно, наших партнеров это очень значимый результат. Вот для меня это даже личный результат, потому что я ставил исток в нашей компании и занимался разработкой программы испечения, и для меня это некоторый итог этой деятельности. И вот из этих цифр для меня больше всего впечатляет это количество рейсов 10 тысяч и тонн, миллион, то, что мы перевезли в роботизированном режиме. То есть то, что мы... Это можно по-разному назвать, там, опытно-промышленная эксплуатация или как-то еще, но это то, что действительно сделали роботы на городном предприятии у нас в России и разработанной нашей российской компанией. Вот очень интересные моменты. Это экономия топлива. На самом деле мы не занимались экономией топлива. Мы не пытались оптимизировать движение машины для экономии топлива. И я подозреваю, что здесь очень большой еще потенциал для оптимизации. Но почему это получилось? Почему, само собой, получилось, что робот тратит меньше топлива, чем человек? Потому что робот двигается плавнее. Он медленнее... Нет таких очень сильных нажатий на педаль газа и нет очень сильных торможений. И вот здесь вот в оптимизации движения, когда мы стараемся, когда мы будем особенно стараться снизить потребление топлива и снизить нагрузку для машины для увеличения ее ходимости, здесь очень большой еще потенциал. И вот этот достигнутый результат, который есть уже сейчас, он уже о многом говорит. Другая тема – это производительность. С ней на самом деле не так все хорошо. Вот здесь есть число увеличения производительности до 23%. Ирина тоже примерно об этом же говорила. Там можно смотреть либо по рейсам, либо по тоннам. Ну, цифры примерно одинаковые. Но дело в чем? Что для достижения этой производительности, конечно, нужно трансформировать работу самого участка. Что робот изначально попадает в среду, где работают люди. И люди все время... Это касается не только горного предприятия, это касается всей страны. Все привыкли мириться с какими-то недостатками вокруг себя. И понимают, что можно где-то что-то не доделать, тогда другой человек или как-то это сможет компенсировать. Например, там сломался экскаватор, там 4 часа стоял. Нужно выполнить план за смену, и водители ездят с превышением скорости. Но на самом деле, возможно, что... Да, и внешне выглядит все очень хорошо, что план за смену был выполнен, но на самом деле это просто сокрытие того факта, что экскаватор вовремя не было проведено там достаточно качественное обслуживание. И здесь получается все время, что одна проблема скрывает другую, другая третью. В целом идет все как-то более-менее, но как только мы начинаем этот процесс формализовать и говорить, кто за что отвечает, сразу вот эти все вещи выявляются. И с одной стороны, можно сказать, что робот требует неких более комфортных для себя условий эксплуатации. На самом деле, это и человек бы требовал для себя более удобных условий работы, просто голос человека часто не слышен. Вот одна из ситуаций, например, робот не может работать с превышением скорости из-за того, что кому-то сейчас нужно выполнить план за смену. Он работает так, как сделал производитель. Но на самом деле, почему за этим кроется, на самом деле, очень большой потенциал для оптимизации работы комплекса. Когда мы все выведем до, доведем до такого состояния, когда все работает как часы, и все части вот этого роботизированного участка соответствуют друг другу. И тогда действительно мы будем вот эти 23%, и, я надеюсь, намного больше, потому что мы здесь не оптимизировали совместную работу роботов. Да, это, по сути, повышение производительности отдельно взятого робота. Производительность роботизированного участка может быть повышена за счет оптимизации на серверном уровне еще дополнительно. И вот эти параметры, они будут достигаться уже постоянно. Николай, благодарю. Очень хороший, развернутый, интересный рассказ. Действительно, мы понимаем, что это не только будущее, но и настоящее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова